Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля и сегодня последняя тема по поводу того, как благословение приходит в нашу жизнь. Давайте прочитаем 6 главу 7 стих послания апостола Павла к евреям. Земля, пившая многократно, сходивший на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получает благословение от Господа. Итак, еще одна и очень важная составляющая Божьего благословения – это плод, который мы приносим Богу. Что происходит? Первое – Бог посылает дождь. То есть Бог дает благословение, напитывает твою жизнь, чтобы ты выращивал плоды, полезные для тех, которые тебя возделывают. То есть Бог, работая над нашей жизнью, не просто так это делает, чтобы мы были просто, знаете, такие счастливо расслаблены. Бог это делает для того, чтобы мы приносили плод, и чтобы плод нас пребывал в вечности. И вот знаете, если вы задумаетесь над тем, приносите ли вы плод Господу, то вы ответите на вопрос, а где же Божье благословение? И здесь я как бы, знаете, не хочу, чтобы вы думали, что мир, радость, кротость, воздержание и так далее, то, что в Галатах написано, это не плод, который ты приносишь Богу. Это плод Духа Святого в нас. То есть как раз тот самый благодатный дождь. То есть смотрите, там написано «Плод же Духа». То есть Дух Святой, который живет в тебе, он работает и производит плод. И вот этот плод, вот эта подготовленная почва, это стартовая площадка для того, чтобы мы начали приносить свои плоды. Я более чем уверен, что плод это что-то, что делает богаче, сильней, могущественней людей, которые нас окружают, тех людей Божьих. Я более чем уверен, что совершенно любой человек, который приходит в нашу жизнь, он послан нам Богом для того, чтобы мы ему послужили. Чтобы вот тот плод, который мы производим, он напитал жизнь этого человека, он напитал его естество. И мне кажется, это нереально важно, друзья. Не показать ему свою любовь, да, вот смотрите, как я умею любить. Не показать табличку «У меня есть кротость», а проявлять эти вещи, выращивая в себе эти плоды. Но самый главный плод, на мой взгляд, это новые люди, спасенные души. Когда мы идем, помните, я говорил в одной из программ, мы делимся Евангелием, потому что оно у нас есть. Потому что это наше богатство, это наше благословение, это, наверное, самое главное, что может быть в нашей жизни. И мы приобретаем, приобретаем и приобретаем таким образом новых людей. Итак, друзья, плод, который мы приносим Богу, это также то, что открывает двери для Божьих благословений в нашу жизнь. Субтитры подогнал «Симон»!